В минувшие выходные глава муниципалитета Валерий Венцель осмотрел территорию, соединяющую Старый город и микрорайон Зеленой аллеи. Местные жители жаловались на стихийную свалку во враге, неприятные запахи и отсутствие нормальных пешеходных дорожек к общественному транспорту из второй очереди нового микрорайона. Пешеходных дорожек нет? Нет, конечно. К концу июля она была с освещением. Сейчас люди ходят вот по такой самодельной дорожке, сколоченной из промышленных палет. Освещения нет. Из-за обильной растительности даже днем тут темновато. Это вторая дорога, связывающая новый микрорайон со Старым городом. Первая пешеходный мост расположена почти в километре от этого места. За выходные овраг расчистили. Со стороны Лемешка поставили новые мусорные контейнеры. Впереди работы по благоустройству пешеходной дорожки. Будет хороший переход, асфальтированный, освещение будет сделано. Ну, частично, понятно, кусты и деревья немножко подрубят, чтобы жителям было комфортно ходить. Здесь будут ступенечки сделают. Ну, в общем, как на Пионерском переулке, в принципе, такие же переходы для жителей нового микрорайона. О том, как будут проходить работы и что будет сделано, активистам из числа местных жителей, как новые, так и старые застройки, рассказали представители администрации и дорсервиса. Новая асфальтированная дорога шириной полтора метра будет начинаться от улицы Лемешка. Пройдет по оврагу и упрется в бульвар «Зеленые аллеи» напротив дома номер 8. Спуск к ней со стороны микрорайона оборудуют ступенями, перилами и пандусом. Именно о такой дороге давно мечтают местные жители. Мы подключились все, кто только могли. И администрация пошла нам навстречу, депутаты проголосовали и внесли корректировки в бюджет. И вот выделили деньги на эту тропинку. Мы сейчас нетерпением ждем, что нам эту дорожку сделают уже, облагородят ее максимально. Выйти из этого микрорайона практически невозможно. До ближайшей остановки здесь более полутора километров. Выезжать из района на личном транспорте тоже проблематично. Нам эти пешеходные дороги нужны для того, чтобы хотя бы добраться до ближайшего транспорта. Жителям старого города дорога также необходима. Взрослые частенько ходят сюда в магазины, а дети в школу номер 2 на бульваре «Зеленые аллеи». Дети, которые ходят в нашу школу, в ЖК «Зеленые аллеи», это дети со всего города Видного. Ну не со всего, а со старой части города, с Лебнешка, с Пионерского, переулка Садовая. Все они ходят по этому мостику. Кроме собственной дороги, планируется также облагородить овраг и его окрестности и превратить это место в ухоженное общественное пространство. Концепция такая, сейчас выстроилась, что сделать там дорожку, почистить весь этот ручей. Что именно тут появится, пока вопрос для обсуждения. Власти открыты для предложений от жителей. В любом случае, бесхозным и захламленным этот участок больше уж точно не будет. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.